ну всем привет привет вот и закончились мы трудовые сборы боксов во первых хочу всех поздравить с прошедшими праздниками это с новым годом с рождеством и с наступающим старым новым годом завтра старый новый год так что всех с праздниками прошедшими и с наступающим ну что месяц почти месяц я занимался сборкой делал ну правда я работал получается собирал 22 дня в неделю у меня выходила поработать в мастерской так работа так как я работаю посменно не получалось каждый день поработать ну что сделал все классно все отлично мне понравилось в общем и светло и удобно удобно в плане что из пластика дерево дерево покрыто яхтевым лаком на два слоя бокс можно взять и помыть ванну унес ну так я живу в общежитии в комнате ну комната просторная большая как бы я имею ввиду что можно взять бокс унести ванну под душем помыл то есть пластик и дерево дерево лаком покрыто и отлично то есть с двп который у меня были боксы хоть и дерево тоже лаком покрыто было рейки там борта как бы такого я не мог сделать двп разбухнет а у меня двп еще крашеная была краска отколупается ну в общем будет не очень вот в этом плане отлично и пластик он более легче более легкие боксы получились чем были ну и как бы каждый птицелов любитель содержания птицы я так думаю все равно стремится к тому чтобы птицы было своей птицы да и вообще птицы что было дома комфортно удобно чтобы птица жила в комфортных условиях ну и чтобы самому глаз радовала чтобы было и красиво и комфортно и практично и удобно для птицы чтобы птица птица жила в комфортных условиях чтобы пела всегда песенки радовала тебя ну размножалась там ну и все дела такие ну что а теперь смотрим как проходил процесс сборки ну вот в общем смотрим распиливаю пока дыно борт на борта эту рейку вот это будет борта три к стойке боковые вот так пилю пилкой по металлу рулетка отмеряю карандашом черчу и попер специального оборудования конечно у меня нету да и так классно получается те вот четыре комплекта напилил на четыре бокса вот они боковые верхние стойки все напилил наконец-то это остатки остались реки ну что осталось зашкурить под нулевочку и покрыть лаком два слоя и потом приступаем к сборке боксов до забыл сказать что в каждом боксе будет стоять лампа вот в каждом по лампе найдется выключателем 30 сантиметров длиной ну светит вроде нормально два выхода для соединения одна с другой такие вот так но все реки зашкурил ошкурил гладенькие чистенькие так но это у нас будет борта бортик так это у нас реки поперечины столько штук это у нас это стойки не чуть покороче штук но эти это по крыше горизонтально которые идут все зашкурил за нос конечно нацеплял ночью бывает все теперь будем под благ красить вот такие размеры была проблема распилить миллиметр в миллиметр это размеры с учетом толщины рейки 1 и 2 на 1 и 2 толщина рейки 12 на 12 миллиметров толщина рейки общий выход будет 90 на 80 длина 90 высота 80 и глубина 50 сантиметров вот такие четыре бокса будет ну приступаем к покраске к покрытию лака почти заканчиваю борта на первый слой веки вот первый слой впитывается в дерево махом почему второй слой нужен лака потому что первый слой махом сразу впитывается вот еще осталось стопочку эту стопочку осталось покрасить но завтра на второй слой на улице уже ночь мне ночь а вечер наконец-то я закончил покраску первым слоем какой тут запах ужасные тут нанюхался хоть и окно приоткрытое все равно это самое пахнет вообще сильно ничего это помещение нежилое тут быстро все проветрится покрыл на второй слой лаком все деревянные изделия лак да лак впитался после первого слоя где-то надо было обязательно между первым и вторым слоем лаком обязательно подшкурить надо где-то ворсинки вылезли в рейках то есть подшкурить после первого покрытия лаком и на второй слой так а сегодня купил еще доску это будет полка стеллаж на которые будут ставить боксы стоять боксы это 14 вагонка это толщина 14 ширина 140 вагон очка отличная ровненькая сухая ширина бокса будет 50 сантиметров если эти собрать вагонка пас но стык стык сложивается будет длиной метр восемьдесят пять шириной 55 сантиметров два бокса если вместе стоять будут метр восемьдесят по 90 сантиметров ну 5 сантиметров запас сейчас буду ее покрывать лаком так ну что вот щит полка готов покрашен в два слоя лаком блестящий ну лак глянцевый прочные хорошие так ну что приступаем к сборке так я тут заранее уже подготовил вот такая рейка это будет угловая ну вдаль угловая верхняя вот это крепление для лампы она идет так где у меня резкость она идет в комплекте с лампами он они 4 лампы то есть эти крепления они будут так вот в углу и к ней лампа так вот щелк прищелкивается и надежно держится чтобы поменять снять чик отщелкнул с провода вытащил убрал и допустим бокс помыть унести помыть или же лампа сгорела заменить то есть без проблем так собирать буду на саморезы желтые саморезы толщина два с половиной длина самореза два с половиной тоненькие хорошие два с половиной из расчета что рейка у меня 1 и 2 толщиной заранее куда будут врезаться саморезы я просверлил уже дырочки сверлом чтобы рейка не лопнула сверло взял толщиной два миллиметра то есть саморез два с половиной толщина сверло 2 миллиметра толщина здесь уже под речки просверлил ну вот сейчас приступая к сборке тут в одно место где его растет нарезал жердочек вот разной длины вот жердочки в новой бокс и собрал вот такие вот заготовочки рамки это получается задняя стенка вот с держателями для лампы вот лицевая стенка осталось сделать борт с торца и верхние торцевые рейки того на не лежат ну а сейчас вот вот они заготовки остальные боксе саморезы уже вкрученные все осталось только джик джик собрать но сейчас я займусь сеткой ее надо так как она в рулоне было скручено и надо выпрямлять ровно чтобы она ровно ровно было как полотно ровненько она столистая плохо выпрямляется но ничего я уже выпрямлял знаю как вот еще три куска дед мороз с наступающим новым годом кстати вас еще пока не наступил все сейчас выпрямляю степлером призем степлером прищелкиваю и все сетку сейчас пристреляю потом буду собирать боковые и обшивать пластиком ну а потом уже жердочки которую набрал длинные ну вот процесс идет процесс пошел сборки сегодняшнее число написал на это по пластику идет завтра новый год я конечно не каждый день делаю работа он остальные сейчас покажу ну вот вот так это выглядит спереди лицевая сторона вот еще я уже лицевые стороны приготовил вот это задние стенки он все-таки еще осталось куски рейка тоже осталось ну что сборка идет места мало мне здесь развернуться вон на кресле тари кресло уже так поставил помещение не жилое здесь склад как бы вот это вот с этой стороны все вещи мои а с соседи все вещи сюда складывают склад как бы вместо мало мне собирать ну корячусь как получается но вроде делается нормально продолжаем делать первый почти готов осталось вырезать две дверки ставить жердочки повешать лампу и первый будет готов сегодня 31 декабря 23 года время уже пол седьмого вечера на сегодня работы закончены и в этом году тоже еще раз всех с наступающим новым годом всего всего самого хорошего здоровья счастья мирного неба над головой и всего-всего что сами себе пожелаете продолжение следует будем продолжать уже в следующем году первый готов почти осталось дверки доделать все обточил эти зазубрины откусывает чтоб руки не царапать чтобы сверху тоже отточил вот как-то 1 2 на подходе продолжаем собирать 2 готовы кроме дверок ну и сейчас начну третий собирать потом четвертый этот уже готов все дверки все сделал я уже делал до этого валерию год назад вот такие вот столбики с тоненькими жердочками это бамбуковая палочка 5 миллиметров толщиной видно не видно попробую здесь на нижнем на всех клетках вот такие штырьки они затуплены и то есть отточенные все не остренькие нормальные это вставлять морковку яблоко чтобы в спицы не пихать между спиц или так на пол не ложить вот я во всех такие делаю уже давно то есть удобно вообще классно вот на таких жердочках вот на этих тоненьких любят спать любят спать щеглы чижи реплы но такая средняя мелкая птица крупная птица больше любит спать вот на таких вот боковых это щур клёст снегири допустим ну вот 1 2 и 3 в общем 3 готова полностью и вот доделывают 4 тут осталось вставить жердочки и дверки сейчас пока идет процесс затачивания эти вот острые откусывания кусачками до напильником он два напильника мои рабочие вот ими это мой бог мои болгарки вот ими я и работаю оттачиваю ну вот 4 доделаю и буду уже их дома устанавливать боксы вот как сейчас у меня ну тут санины игрушки саня любит с ними играться он лежит на окошке так ну ладно вот как сейчас у меня выглядит это более новый вольер год или два года назад и сделал тоже с верхними этими палочками ну вот это все старое давно давно когда-то я делал он тот где кресты сидят этот вообще не мы не помню даже откуда сейчас стоят это все на табуретках это клетка с улице она летом уходит на улицу и птица на улице живет у меня за окном то есть вот одна пролетка там туда переезжают вот эти кресты туда переезжают летом и вот эта клетка с мелочевкой чижие щеглы и реплы переходит тоже на улицу в общем хотел показать как сейчас меня бокс на тумбочке стоит но как бы сейчас выглядит это вот как то так тут на этой половине у меня канарейки валер это же клетки где-то делал эти вот давно делал года три года четыре назад тут у меня яйцах тут собираются только тут вот молодежь недавно отсадил от канареек от бумажки и пара репла мои красавчики поют вообще обалденно вот в чем почему пластика не дерево как сказать крашеный двп отца раньше ставил от канарейки и реплы отковыряли краску сейчас все будет из пластика и вот грубо говоря пол комнаты у меня занимает птица а это вторая пол комнаты наша женой мои трофеи рыболовные хотел еще сказать как отнесутся к листы к моим новым вольерам ну боксом из пластика вот старая клетка да тут все прогрызана хотя у них он и шишки и кора то есть здесь он палочка возле стенки вообще крутится грызут грызут все грызут внутри он в углу там вообще все рейка грызаная то есть как они с с новым боксом обойдутся с грызут не сгрызут красавчики тут у меня 5 белокрылых белопоясок листов 4 креста и листовка и один еловый клест саня 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 вот что получилось небо и земля что было и что стало первых светлее намного место попросторнее три занятых один пока пустой пока тумбочка на которой вольер стоял с листами теперь там корм будет всякие причиндалы для клеток для вот птиц вот так здорово стало вообще классно так что у меня здесь щур снегирь и три репла это осенняя птица свежая в октябре поймана репла в конце сентября выше моя птица которая уже давно живет тут у меня щур 3 щегла 3 чижа любят они на этих столбиках сидеть про которые верил с бамбуковыми палочками телефона боятся так то на и вообще ручные ну вот и крестики уже маленько на на клюв попробовали погрызть чуть-чуть боковые вот эти коротенькие палочки этот этот скорее всего под свеже пойманную птицу после кутейки сразу сюда она тоже будет тюлью накрываться лицевая сторона потому что саня с окошка на подок домой по креслу ходит и свежепоймана птица ночью может шугануться так что после кутейки на недельку под тюль чтобы они привыкли более-менее к собаке а потом нормально открывается так что вот как-то так получилось здорово вообще небо и земля прямо обалдеть чем было и вот как стало ну вот такие четыре бокса получились огонь бомба просто то есть все отлично все классно не порадовала и процесс сборки понравился я люблю заниматься любимым делом то есть я собирал и делал все это в кайф было в мир напряг то есть руки откуда откуда надо растут то есть ребята смотрите то же самое ну кому-то может что-то какие-то советы делайте тоже радуйте свою птицу можно конечно я не спорю можно конечно взять и купить готовый бокс и не париться но мне нравилось самому собирать лично самому подгонять не каждый миллиметр и каждый сантиметр их там все подгонять все делать красить то есть я занимался это этим в кайф удовольствие вообще то есть по своим размерам по своим ну как я хотел так оно и получилось в общем советую делайте радуйте свою птицу ну что еще раз всех с наступающим старым новым годом всем удачи кому понравилось ставим палец вверх подписываемся ну и всем удачи еще раз увидимся теперь уже я так думаю в поле где-то через недельки две-три может через месяц поеду за щеглами в поле все пока у нас морозы глухозимья ну как бы делать пока там нечего все всем пока пока удачи удачи